вот я выяснил что качер просто напросто влияет на частоту он его подключил мультиметр который частоту мерить на затворе его 19,36 килогерц вот теперь качер включен я теперь качер выключен вот 18,40 и вот отсюда весь эффект 19,70 отключил качер 18 килогерц 40 включил 19,85 килогерц вот просто качер меняет частоту кушкула и лампа пригасает уходит от резонанса и кажется что эффект какой-то появляется если бы это было на друина тогда вот таких фокусов не должно было бы быть вот этот эффект появилась появляется когда на определенной месте скручивая заземление вероятно индуктивность вот этой скрутки совпадает с индуктивностью качера с частотой качера и ее собственная частота совпадает тогда появляется этот эффект когда притухают лампы поменяется частота пошпула вот где-то немножко поскрипывания вот вот качер какой-то слабый становится очень вот я прикасаюсь там я или искорки идут а так у него сильно вот и это лампы лампы слабо горит специально поставил возле него на слабо горит ну вот я бы как тут показывать вот буду откручивать заземление провод откручиваю откручиваем 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 лампа уже на нагрузке ярче начинает гореть чистота падает пушку амплитуда на стилографе на токовом колечке вырастает катер пока все равно еще слабо все откручиваем все откручиваем счет круче счет круче уже лампа начинается экономичка немножко забираться уже все на тени сильные искры идут уже все восстановилась туда восстановилась чистота примерно восстановилась должна быть вот тут уже все длинные искры не слабо вот так пусть поближе будет где кадр лучше теперь буду опять закручивать на катушку 18 43 килогерц 18 44 18 45 18 45 45 46 44 40 41 лампа притухает которая возле антистемы вон она уже слабо начинает гореть опять ярче загорелась 18 50 18 68 ярко опять загорелась а 18 18 60 18 62 54 50 18 18 51 47 46 44 43 42 41 39 1842 закручиваю я провод на катушку заземление кучу на 44 44 Катеры почти не видно, но может это и лампу положить поближе. 18-45, 18-45, 18-44, 43-43, 42, 42, 41, 42, 43, 42, 43. Но теперь уже, наверное, ничего не произойдет, потому что я лампу поменял. Лампа теперь везде ярко горит, все как бы нормально горит, ничего не сбивается. Заземление намотал. Уже кончаю мотать, уже, наверное, ничего не будет. А нет, вот тут вроде бы еще и лампа, это бономично ярче загорелась. 18-49, 18-48, 47, 48, колебница 47-48, 46. И я лампу помню. 47 47 все домоталось 747 теперь будем отматывать чтобы не то не все то само было немножко индуктор качера подвину немножко по-другому уже 1838 38 38 38 38 пока ничего нет особо 39 38 39 40 40 40 41 18 килогерта это 42 становится 41 42 43 44 4 45 46 47 48 49 18 50 17 57 18 61 пока ничего особо не происходит просто влияет качество на чистоту пушкула и чистота пушкула растет 1867 1872 73 1876 тут уже какие-то поскрипывания появляются 1872 уже пригасает лампы выхода нагрузочные 1860 70 1870 уже очень заметно пригасает 1850 1862 уже очень заметно пригасает 1846 18 48 18 48 48 47 46 это я лампу тоже экономичка была приглашить напрягаться и вроде бы теперь она ярче снова ярче начали 14 44 43 44 43 43 42 42 42 41 41 41 41 ой загорелась ярче экономичка 43 43 43 42 43 43 вот так все нужно сказать отмотал весь провод но теперь я немножко эту компанию экономичу пубер то она видит как-то поле ухудшает не не появляется этот эффект, чтобы частота сильно уплывла. 5 мотает. 18,42. Мотаю, мотаю. 43. Мотаю. 44. 45. 44. Кным. 47. 50. 52. 53. 54. 60. 67. 74. 76. 6 все вроде бы пригласает 70 на экономичке такие волны какие-то какие-то 1864 экономичка очень пригласает 1746 экономичка вообще чуть она мишка потухла 19 килогерта 19 10 19 26 25 поскрипывания появилась такая сильно 19 38 18 53 вот экономичка опять загорелась 45 поскрипывание 19 36 35 19 33 19 29 19 27 22 19 17 19 15 19 11 экономичка ярче начинает гореть 17 ровно вроде бы и нагрузка я члены на критиноз подходит будет нагрузка чувствуется и рад что ярче становится пол витка туда путь сюда и уже не чувствуется если ярко другая вот так 18 76 19 80 80 97 так 18 77 уже яркость другая она плохо на нагрузке ну вот тут уже вот и возвращается примерно той чистоте что было только учитывая что земление другое то повышается чистота просто 18 62 51 18 60 18 59 58 18 57 56 но я тут уже что ничего не будет в таксобо и вот на осциллографии пропала пропала пропал качер на таком было месте где была такая что размазана верхушки получилось но не только что но и все тут 0 я а 1 Не тратить время. 49, наверное, уже ничего не будет. 48. 18, 48. Вернулись примерно к тому, что было. Вот такая стеллограмма. Я теперь просто пробую отматывать и найти то место, где стеллограмма становятся такие верхушки размазаны качером. Хотя качер вроде бы слабее начинает работать, но почему-то поле повышено на токовом колечке. Не знаю, почему это так, качер поле. Вот теперь такая стеллограмма. Надо разматывать. Пусть мы тратить на стеллограммы. Вроде бы верхушки уже начинают сочинять, делаться. Вот. Сейчас начинают падать амплитуды. Вот я пробую потом отматываю. Показать. Отматываю, начинают падать. Заматываю, она вырастает. Вот, сейчас поменяются. Заменяют нафиг. А, ну, вообще-то тут чистота должна быть как вкопана, это вея чистота по шпула. Она вообще никак не должна меняться, хоть какую я заземление подберу. Вот тут вот такая стеллограмма. Такая вот, что-то пол витка намотаю. Вот разные. Вот тут эффект. Вот на верхушках, как я, побольше. Сейчас видно. А потом они опять станут такими пустыми. Вот опять растет амплитуда, чистота понижает. Вот тут на верхушках тоже есть. Вот загорелась. Эта лампа, она была погасшая. Вот матовая, вот матовая. Сейчас все стабилизируется. Частота должна вернуться 18,6, но она будет 18,40. Хотя она должна быть как вкопанная. Вот верхушки не такие, такие более узкие. А сначала, кажется, еще они были более узкие, когда было все намотано. А тогда было самый широкий. Когда тут эффект появился. Поэтому, вероятно, нужно брать какой-то генератор, который не будет никак зависеть от никаких наводок качера. А то этот ловит наводки качера и меняю частоту. Но это просто еще... Там у меня 50-киловым резистор, от которого частота поставить. Раньше у меня там 5-киловым или сколько там, или 10-киловым стоял. Тогда он более стабильный от наводок. И когда там емкость конденсатора может быть побольше, от которой его частота зависит. Когда от 50-киловым конденсатора и емкость маленькая, тогда он более к наводкам чувствительный. Вот после этого всего, где я тут скручиваю провод, что-то потребление какое-то малое очень. Вот что-то подключилось, выросло. Какая частота? 18,40. Вот потребление. 4,2 ампера. Так, где-то все работало. Я посмотрел, что нагрелось. Вот этот транзистор нагрелся. Он нагрелся. Этот нагрелся. Это я потом смотрел. Я сперва там побежал смотреть на блоки питания. Там транзистор не сильно нагрелся. Вот этот резистор, он сильно нагрелся. Там чуть-чуть не все плавится. Вот этот транзистор, который обратно АДС ловит от обмотки. Ну так, нагрелся, но слабее. Так, в 2-3 раза слабее, чем этот. Тоже такой, можно сказать, горячий. Этот вообще очень горячий. Радиатор так не сильно нагрелся, транзистор. Я его самого, хотя и первого, начал проверять. Вот этот радиатор. Ну, его теперь можно дотронуться, потому что тут низковольтная часть. Он сильнее нагрелся, чем транзистор. Но тоже не так уж супер сильно. И трансформатор тоже нагрелся, но там вроде бы феррит греется, и потом он греет обмотки. А может, вместе и все обмотки тоже греется. Мне кажется, феррит греется там. Когда особо, если побольше ток сделать, тогда уже чувствуется явно, что феррит горячий. Что там феррит греется основной. Поэтому я думал сделать подушку не на феррите, а на воздушной. Тогда придется мотать, взять вот такую, например, трубку, только можно на ширше. И вот тут отпилить, или вот тут где-то. И намотать-то где-то, может, 60 витков для первички. И потом поверх одним слоем тоже, одним слоем первички и одним слоем, ну, можно не 60, можно 100 витков намотать. Чтобы индуктивность побольше была. Где-то 0,75 мм проводом, 1 мм квадратным проводом первичком. И вторичку можно тоже 1 мм квадратным, или 2 по 0,75 вместе мотать. Или там каким-нибудь лаковым, там много жил тоже вместе. из много жил сделать лаковых, там лицентратный. И тоже там, соответственно, какое напряжение хочешь получить. Например, если 24 вольта хочешь намотить, если первичка 100 витков, то оказалось, надо, то, ну, вторичка, в общем, надо где-то будет намотать для 24 вольт. Где-то в 3 раза меньше, это где-то 30 витков. Можно 30, 20, вот так вот. Это не так принципиально, потому что все равно обратная ДС идет, и она все равно пойдет в конденсатор. Просто чем больше витков, тем нужны будут диоды высоковольные, чтобы, когда будет на прямом ходу, и чтобы не шло через диоды, не пробивало. Но зато более, вроде бы, эффективнее впитывается, когда больше витков на вторичке, чем напряжение там будет получаться. Среднее. И тогда не будет феррит греться, и вообще можно частоту очень сильно повысить. Только там уж успеть нужно транзистор переключать, ну, чтобы были фронты крутые, а там уже управление транзистором просто может немножко усложнится. Можно даже комплементарную пару поставить, чтобы все быстрее работало, особенно для закрытия. и не будет потерь в сердечнике. Но зато будет, так как проницаемость очень низкая станет этой катушке, поэтому поле как бы первички не будет полностью так доставать, поле на вторичку как бы пересекать, поэтому вот и в этом потери пойдут. зато не будет потери в сердечнике. Можно повысить частоту, хотя может не высечь, можно посмотреть, что будет происходить, или компенсирует это потеря сердечника того, что не будет сердечника. но потом можно повысить частоту, например, до каких 300 кГц, все равно тут воздушная катушка нет, сердечник, там никаких проблем не будет, там хоть до МГц можно только таких фронтов не добьемся крутых на транзисторе, поэтому потери большие на переключение могут пойти, на диодах тоже могут на переключение большие потери пойти. можно замерить стук той катушки индуктивности и потом добиться тоже этой настолько само примерно. Если будет слишком тут ниже индуктивности, чем там, значит все перемотать или домотать больше провода. А так как катушка на катушке намотана, то как бы не будет там особо больших токок фука и тоже вся энергия будет передаваться более полно другой катушке. если бы много слоев намотать одно и потом второе тогда очень низко и будет несколько подо очень много потерь произойдет. и вообще лучше было мотать лаковым проводом из несколько жил первичку и потом изолентой промотать и потом вторичку так будет они ближе к другу другу и так они как бы не круглый провод будет а как бы он такой более плоским более плотно все прилепится и будет лучше пересекаться не друг друга и выше кпд вообще чтоб еще может быть лучше они пересекали друг друга то нужно еще потолще диаметра сделать тогда они ближе к друг другу и тогда индуктивность растет как-то батушка вот например взять такую усингу и трубку и вот такую длинную сделать так тогда будет мало индуктивности если такую большую но так там вот такие три витка так тогда будет выше индуктивность и так бессердечника повысится индуктивность а то так если очень один как один провод так вообще очень мало индуктивность и тогда начинают начинать действовать четверть волны когда очень мало индуктивность ну и там не четверть может ну как бы уже начинает вероятно много в излучении уходить энергии чем больше индуктивности меньше будет излучение выходить тогда будет ниже частота и меньшую индуктивность при той самой длине проводят то есть провод будет короткие частота низкая так провод будет длинной а частота высокая такая самая но провод длинный зато больше провода что-то сам индуктивность пусть и начнет действовать по четверть волны и начнет она как антенна действовать и много потер на излучение может произойти вот посмотрим осциллограмму но пушку ли там вот такая сложность и это ее немножко увеличив так она была еще меньше потому что конденсатор там один микрофарад резонансный 10 метров этот индуктор где-то девять с половиной нужно поэтому очень греется им очень много потребляет если на всю сложность вот такие фронтики фронты вот это на это без драйвера на дно пнп транзисторе открывается прямо от релки вот как видно фронты достаточно крутые для такой частоты не конечно интересует для высокой закрывающих вот 50 на на секунд клетка вот где-то есть 50 на на секунд то есть примерно достаточной того сигнала, который от Элки идет. Если считать вот отсюда, потому что вот здесь все равно транзистор не откроется, он начнет открываться где-то от порога двух или сколько там вольт. Вот два вольта тут не сработает. Тут три вольта, тут тоже не сработает. Четырех вольт, может уже вот этот где-то от трех начнет срабатывать и заполнится так четыре, шесть, вот уже на восемь он практически весь уже начнет открыт быть на восемь вольт, поэтому там дальше можно не смотреть, поэтому даже меньше чем 50 наносекунд получается. Задний фронт, как тут посмотреть? Если скважина все меньше, тогда может удастся задний посмотреть. Там кто-то передний коверкается немного. Одна микросекунда пуста, то есть на 100 наносекунд клетка, все равно заднего не мощного видения. Ну тут кручевать немножко какие-то стеллографы, видимо недоработки. Вообще-то тут нужен был бы лучший стеллограф этот, много всяких неприятных сюрпризов. Вот еще может индуктив на щупов влиять. Вот так может лучше будет видно. Ну 200 наносекунд клетка. Садня может немножко помедленнее. Так, а если резистор поставить-то для ПНП-традистора? Как не влияет. А нет, немножко все круче делается. Нужно Пушпула отключить в среднюю точку, чтобы не было никаких от Пушпула наводок. Пушпула ферит, кстати, тоже очень греется. Горячий. Особенно в этом месте. А тут горячий. Очень удержать нельзя в этом месте. Так, включаем. Но теперь нет этих всех наводок от Пушпула. Вот этот выброс этот впереди. Это связано с тем, что эти осциллограммы не откалиброваны. Не откалиброванные щупы тут вообще напрямую сделаны. Может там внутренние емкости какие-то там не откалиброваны. Вот этот верхний и нижний так-то их не должно быть. Ну, может больше, чем 50, наверное, на секунду. Так, немножко добавлю резистор. Вроде ничего особо не меняет. Немножку на плитуду уменьшать. А между затворами втуда. Вот побольше резистора между затворами и сток. Но открытие и закрытие все равно не влияют. Так, как бы уже ничего не вели я. И тому же вот эти на самом деле фронты еще более крутые. Я просто осциллограмм, это ограниченность осциллограмм. Вот хочу еще закоротить вот этот резистор с помощью перемычки, чтобы посмотреть или ускориться. Открытие или закрытие здесь идет. Может немножко и ускорилось. И открытие и закрытие и открытие особенно как-то немножко улучшилось. Но особо там ничего нет такого. В общем это достаточно крутые фронты. Особенно для такой чистоты. Вот какая скважинность. Столограф током немножко колется. Корпус наводится, значит наводки. 50 Гц. Вот сколько он недостатков имеет. Вот тут и выключатель сгорел. Я его убрал. Теперь только из розетки можно запускать раньше. Можно было выключать или нажать, и он включался. И пищит он неприятно. И вес его большой. Цифровое так намного лучше. Он тоже хороший. На чистоту не показывает. Так мне нужно еще прибором смотреть чистоту. И так он бы показывал. Не нужно было и прибором смотреть. Можно было и одного остеографа ходить. А вот все-таки эти такие импульсы какие-то ходят. Это импульсы. Вероятно наводки от моего блока питания. Они там бегают. Все-таки от них полностью избавиться не получилось. Можно и так настроить. Их не видно. На блоке питания, которые я покупал, таких импульсов нет. И там стоит между минусом высоковольтной части и минусом низковольтной части. Наверное, конденсатор 2,2 нФ. И он эти наводки убирает. Но у меня тогда так развязка получается. Помню. От сети. А так он через этот конденсатор сетью связан. Я не хочу так делать. Раньше вроде бы были посильнее, а теперь уже не такие ослабые. Можно не обращать особо на них внимание. Потом может поставлю в этот блок питания. Так как теперь уже тут ничего гореть не будет. Это раньше горело у меня на трансформаторе Тесла. Надел на поле. Вот габариты моего блока питания и этого. Я тут еще мощнее. У него и конденсатор еще поменьше. Я не все соки выжимаю из своего блока питания. Просто если побольше выжимать, трансформатор начинает отгреться. Если транзистор и диоды есть, то есть ничего такого. Трансформатор эфирит тоже не может сказать ничего. Как бы неприятно смотреть, как потери. Там столько потерь происходит. Там много ампер. Но это тоже начинает греться. 6 ампер например. Вот этот транзистор начинает. А как трансформатор? Насчет трансформатора не знаю. Вероятно тут высокочастотный эфирит. Он особо не греется. У меня низкочастотный вероятно. Поэтому он при больших токах начинает греться сильно. Там наверное есть ферриты, которые имеют и большую проницаемость, и могут на высоких частотах работать с малыми потерями. А другие так имеют меньшую проницаемость, тоже работают на высоких частотах. Но зато меньше проницаемость, то хуже. Больше потерь при трансформации. Больше провода нужно мотать. И больше излучения пойдет. Но я так не могу определить, или он там греется или нет. Может он тоже там сильно греется. Разбирать как бы не хочу. Еще какая-то тут гарантия езды и вообще. Пока работает как бы не хочу я его разбирать. Хотя может и надо было разобрать. Посмотреть хотя бы как трансформатор не греется. Тогда вероятно не хватит транзистора и углаждения. Потому что это все с крышкой это связано. Она тоже переходит на эту крышку охлаждения. Если я снять, я не думаю, что тут много что-то уйдет. Такой маленький трансформатор. Но еще показывает на этом исцелографе. 17,5 кГц. Вот на затворе смотрю частоту. Теперь думаю попробовать с ним. Скажем, наверное, придется уменьшить. Питание подключил. Питание подключил. Питание подключил. Танец. Питание подключил. Используется, что не так, что ничего не горит. А провод просит. Стрим. Ну ладно пусть может быть. Ну ладно может быть. Вот, теперь 19 кГц показываю. Тут что-то прыгает, 19-18. Подкручу. А, тут нужно этот триггер, так называемый, подвинуть вверх, чтобы он лучше, в правильной мере. А теперь это я не то двину. Что-то вниз подвину. Вот это вверх. Так, вот теперь он правильно показывает. 18,71-70. Ну, вот там прыгает уже, но уже всегда 18. И большую часть всем показывает. 18,7. Дути 30-34%. И теперь включу качеры. Может скваженность немножко уменьшить надо, чтобы качер хватило силы. Дути 31%, частота 18. Вот это на затворе. Ну, включу качер теперь, если это, конечно, вообще не сбьет все настройки. Я тут ничего не фиксирует, не фиксирует этого качера. Тем более, это на затворе. Ну, теперь буду провод сматывать, сматывать. Попробую так поставить. Попробую так поставить. Так, 18,7 кГц. Так, 18,7 кГц. Пока ничего не происходит. Так, 18,7 кГц. Так, 18,6 кГц. Вопробую так поставить. Когда будем швовывать, сматывать. Вó, 19. Попробую так поставить, сматывать. Центра. ВОООД-12. ВООД-17, так richer. ВОД-18. Попробую так это положено. ВОД-18-1-1-1-2-4. ВОД-19. а дути 31 то есть дути сильно не меняется меняется только так 32 31 прибег 18 31 30 31 немножко и и скваженность может быть меняется но 19 запятая 6 вот и трещит уже 19 запятая 7 18,9 потухла энергосберегает опять загорелась вот всякие эффекты вот 20 вообще тела верт лампы вообще слабо горят ну 20 22 даже 21 20 треск 19 5 6 15,7 вот 18 возвращаться в норму 17,65 Теперь быстро мотаю Она уже ничего не меняется 17,65 Все, намотал весь провод Теперь, может, выключим Теперь включилась сфлограф на токовое колечко Было бы лучше его от аккумулятора питать Тогда можно меньше Но это все ерунда Так, вот на токовом колечке что творится Немножко нужно подвинуть этот триггер То есть не подвинуть Наоборот снизить То он теперь Либо подвинуть Вот этот Вверх поднять Вместе с триггером Поднимать Вот опустить триггер Чтоб он Синхронизация Словилась Где-то посередине Настроить Надо будет Само четко ловить Вот 18,53 Там что-то показывает Ну, теперь Ну, тут скважина с 51% Теперь опять будем Разматывать Лучше Как-то одной рукой Буду держать Сам смотреть Как-то Все меняется Не стоит Вот так Иной рукой Отматывать Буду Собрать 18,50 Там Всем Собрать 18,50 18,6 18,7 69 19,4 19,6 20,7 7, 8, 9, 7, 5, 6. О, тут вы меняете строган. Опять 18, 19, 18. До 20, наверное, не доведет. Уже все произошло. Опять нормализировалось. 18,4. Ну, там уже немножко осталось. До конца уже доведу. 18, 3, 4. Нет. Ничего не произойдет. Ну, ладно, не буду мотать. Понятно, что там ничего не будет. Посмотрю лучше схему Олега, который там, Руслан использовал. У него на pushpu или 10 Ом резисторы, а у него там, так, сделано. Ну, вот, например, тут от Микмура схема. Тут шпула резистора, от которого частота зависит. 2 килоом, оно потом 18 килоом. А тут SGL 35-25. Вообще, тут не ТЛ, может, она и постабильнее какая-то. Было удалено, можно посмотреть. Ну, тут 100 килоом, тут оно тоже стабильности никакой не будет. Там на скважинности 22 кило. Нужно 5 килоом каких-то, чтобы было стабильно наводок не ловило, не так ловило. Вот тут тоже какая-то Микмура схема. Вот тут частоту 47 килоом, и скважинность 20 килоом. Тут тоже стабильности не будет. А как там Руслан говорил, как вкопано стоит, Теслу включит, он всё равно там всё поплывёт. У него эта частота. Что там дрелью можно крутить. Там хоть крути, хоть не крути. Теслу включит, и она там быстро всё поползёт. Частота уж пула. Разве что, может, у него там как-то кранировано лучше наводки не поступает. Но я сомневаюсь, что там как-то очень сильно, хотя кранировка поможет, что там очень сильно кранировано. Частота нет ничего. Вот пушку Олега вроде бы там, где Руслана делал, только Руслан может там, конечно, всё переделал. Вот один килоом и восемнадцать килоом, тут СГ-35-25, а скважинность, которая регулирует один килоом, ну скважинность, то более стабильная. А вот частоту это восемнадцать килоом, это не так стабильно, поэтому он или ТЛ-ку пользовал или ТСГ-35-25 для своих четырёх киловатт установки. Всё равно думаю, там не мог сделать, чтобы частота не плавала, она от качера будет плыть, как у меня. Может, не так сильно, потому что у меня пятьдесят килоом частоту регулирует, плюс последовательно ещё там, кажется, четыре и запятая семь килоом, и потом ещё последовательно один килоом. Или там, последовательно два килоом и один килоом, что-то так. Всё равно очень большое сопротивление стоит это я специально, чтобы наводки лучше ловил. А так, даже, наверное, когда сделаешь поменьше, вот килоом, как тут где-то общая, девятнадцать килоом, общее сопротивление всё равно наводки, думаю, будет ловить и меняться частота, и там хоть крути многооборотником, хоть отверткой, хоть чем, всё равно качер будет легко её изменять. А вот это у него минератор, качера, то есть Тесла. Вот тут тоже Тесла будет сама себя менять частоту одного, может слабее 20 килоом, меняет на частоту 20 килоом скважины. Вот это то, что я хочу, хотел посмотреть. Вот я двигаю индуктор качера, и частота как-то особо не меняется. Восход. 17,3. В мисде лось семнадцать запятая три. Обязательно, в мисде лось семнадцать запятая три. Вмисде лось семнадцать запятая три. Попробую его медленно двигать. Провод на земле не размотан, феррит сувай, катер не наводит частоту на пушпу, только наводит он, когда заземление на определенном скрутке. Мой феррит медленно засыпаю, ничего не происходит. Частота пушпула примерно одинаковая. Показывает частоту примерно одинаково. При такой конфигурации, при такой размотке заземления, при настроенном индукторе катера, катер вообще не работает. Если работает очень-очень слабо, что пусть даже не ощутимо. Вот ни лампа не горит, ничего, хоть он включен. Вот лампочка его горит. Но не тут ни онка в отвертке не горит. Это только при таком заземлении. А вот я начну заматывать заземление. Либо индуктор сдвину, он должен заработать. Я буду мотать. Я буду мотать. Лампу настроилась. Когда заработает, он включится. Эта лампа включится. Должна включиться. Вот, включилась. Я только немножко заземление провода подмотал. И она включилась. Вот теперь все нормально работает. Раньше я прикасал, палец ничего не было. И потребление теперь выросло. Вот что это было такое. Не знаю. Вот если управляемый Теслой. Ага. Но тут такие паласы на мониторе видны. Не знаю. С камерой будет видно или нет. Туда-сюда вот так ходят. Что делать надо? Какой Experian? Плэшпул теперь не включен. Тут кое-что показывается. Ура попробует показать, но такой частот не тянет. Может попробую включить этот осциллограф. Тут какими-то грибками работает. Это заземление подключаем. Вот. Какими-то сторонами. Пало заземление. В общем, знаю, что там было. Может там просто как-то связан, я не знаю. Когда я немного подмотал заземление. Я немного подмотал заземление. Эти полоски пропали. То есть, когда эти были полоски, тогда была и тут частота была 19 кГц. То есть, сбилась пуш-пула частота. Это когда пропали полоски и частота восстановилась до 18 кГц. 18,4. То есть, начинает как-то это заземление. Видимо, резонанс заземления получается. Вот этой смотанной катушке. Поэтому она как бы сильнее облучает мониторы. Видимо, как-то. Поэтому и даже на монитор это влияет. На пуш-пул влияет. На всё. Начинает влиять. Ну, или может по-другому. Не знаю.